Надежда. Возраст 27 лет, вес 57 килограммов. Тренировки 7 раз в неделю по 6 часов. Нет, она не готовится к соревнованиям. Похудеть – вот цель её жизни. Я весила приблизительно 82 килограмма, потом решила похудеть, жёстко взяла себя в руки и за 4 месяца сбросила 17 килограмм. Считает, что её идеальный вес – это 53 килограмма, а это ещё минус 4 килограмма. Если я вижу, что у меня идёт какой-то привес, там, да, 200-500 грамм, для меня это как бы, ну, идёт большая трагедия, я начинаю нервничать, я начинаю срываться на мужа, я начинаю непосредственно кричать там «беспричина» на ребёнка, хотя у меня совсем маленькая девочка. Она сидит в декрете, но с ребёнком почти не бывает. Пропадает в спортзале. Дочку воспитывает бабушка. Ларисе 52 года, вес 65 килограммов, и она очень им недовольна. Ежедневные массажи, обёртывания и очень строгая диета. Муж её поддерживает и даже подталкивает. У меня есть критик, это муж мой, который я прихожу с массажа. Я говорю, ну как? Он говорит, ну, ты знаешь, ещё можно было чуть-чуть. И я понимаю, что надо дальше. Ведём наших героинь к диетологу. Он расскажет, действительно ли у них есть проблемы с весом. Опрос, осмотр, взвешивание. И вот результат Ларисы. Её вес в норме. И ей ни к чему изнурять себя диетами. А вот массаж продолжать можно. У Надежды вес тоже в норме. Но вот жировой ткани даже не хватает. Ещё немного в том же ритме и недалеко до анорексии. Психологи уверены, дело не в лишних килограммах. Когда женщина начинает маразматически сбрасывать вес, ну, это первый посыл к тому, что она хочет сбросить какой-то вес психологический. Конечно, следить за собой надо. Но тратить на это все силы не стоит. Илона Корнео, Сергей Зинченко, Константин Стручков, Первый канал.